Джитсеру обязательно изучать стойку, даже если он свои схватки не начинает со стойки, потому что финальный этап свипов, он очень часто заканчивается в стойке. Обязательно знать, как сажать с ноги. Почему? Потому что, допустим, мы делаем какой-нибудь переворот, в котором мы берем одну или две ноги. Человек, естественно, не будет заваливаться, он начнет защищаться. И после свипов очень частая ситуация, когда два человека встают в позицию сингл-эга. И обязательно надо знать, как сажать с одной ноги. Я считаю это просто, ну, принципиально обязательно, особенно в ноу-ги. Если мы берем вопрос о том, что именно надо брать от тренировок в стойке для джитсера, будь то вольная борьба или зюдо, в первую очередь, я считаю, это то, как крепко стоять на ногах, как ловить баланс, как самому защититься от броска. Потому что на соревнованиях, если вы там не уверены, что вы кого-то бросите, ну, вам как минимум придется защищаться сначала и потом уже гард запулить. Если у вас не получилось сразу в начале схватки гард запулить. И второе, это как заканчивать какие-либо атаки, те же свипы. Вот мы сегодня разобрали свипы с закрытого гарда, когда человек встал на две ноги. Ну, его будет гораздо легче вам делать, если у вас есть какие-то навыки борьбы в стойке. Если вы когда-либо делали зацеп со стойки, вам гораздо легче будет это сделать свип с этим зацепом. То есть это вещи, которые... Это разные вещи, но они друг друга дополняют. Они очень часто бывают. За шлемы. Получается раз. Ну, не, сейчас не убираешь. Редактор субтитров А.Семкин